Привет всем любителям парфюмерии! У себя в коллекции я обнаружила большое количество схожих ароматов. Некоторые из них похожи даже настолько, что их можно назвать клонами. Я решила снять два видео об этом, а может быть и больше, потому что я еще не все свои парфюмы проверила, чтобы сказать точно. Я решила разделить все свои ароматы на два видео, так как если снимать одно, то получится оно слишком длинным, и его будет тяжело смотреть так долго. Сегодня у нас будет первая часть, и в ней будут 7 ароматов. Начнем с аромата Монталь Sweet Oriental Dream. Это миндальный аромат. Сейчас секундочку, возьму блотер, чтобы его возобновить запах. Сам по себе аромат миндальный, ванильный, медовый, сладкий. В нотах у него так и заявлено. Миндаль, мед, ваниль и роза. Для меня этот аромат исключительно уходовый. Это спа-процедуры, это уходовая косметика, это восточные благовония, это свечи, это арома масла. Он теплый, сладкий, для меня так слишком. Он мягкий, объемный, сливочно-ванильный, со сладким-сладким миндалем. Но розы я тут, если честно, практически не слышу, если только там где-то в отдалении, еле-еле. Для меня аромат скорее создающий атмосферу, а не для носки. Но все мы разные, и возможно, вы очень-очень его любите. Поэтому я для вас нашла практически клон, причем бюджетный. И называется он Тезори де Ориенте. И вот этот вот аромат практически клон. Так сложилось, что я его брызгаю перед приходом гостей. И каждый раз гости спрашивают, что это за аромат, чем так вкусно пахнет. Все распознают в нем ваниль, самое главное. И слышат миндаль. Этот аромат очень приятный. Пирамида у него даже более широка, чем у манталь. Он тоже гурманский, тоже стойкий. Точно так же заполняет все пространство. В общем, это недорогая альтернатива. Зачем переплачивать, непонятно. Стоил он в районе 600 рублей. Заказывала я его на Озон. Я не знаю, продается ли он сейчас. Но посмотрите, возможно, вы его найдете. На Вальберис, по-моему, он тоже представлен. В общем, очень-очень похожий аромат. Следующий аромат, про который я расскажу, называется Viva La Juicy, Juicy Couture. О нем я уже рассказывала в своем видео про комплементарные ароматы. И также рассказываю историю, связанную с ним. Обязательно посмотрите. Ссылку я прикреплю здесь. Этот аромат ягодно-конфетный. Очень вкусный. Он карамельный, приятный на все случаи жизни. Он по-хорошему девчачий. И похожий на него парфюм. Парфюм. Это вот такой вот парфюм от фирмы Adopt. Я все картинки прикреплю, чтобы было все наглядно. У него поменьше нот в составе, но пахнет он очень похоже. Он также похож еще на Victoria's Secret Tees. Он называется, если я правильно произношу. Вот они все три похожи друг на друга. Но самый из них недорогой, это как раз вот этот. Стоимость у него в районе 600 рублей. И он продается, я его покупала в L'Etoile. Но должна предупредить, что он не очень стойкий. Зато у него удобный формат. И можно спокойно брать с собой сумочку и обновлять. Следующий аромат, это всеми любимая Carolina Herrera Good Girl. Это хороший гурманский аромат. Он тоже очень комплементарный. Он сладкий, тягучий, обволакивающий, ванильный, миндальный. В основном я как раз слышу тут миндаль, ваниль. Немного конфетности и на фоне цветы. Пирамида очень большая, поэтому аромат получился довольно густой. Кстати, вы заметили, что сейчас цены подскочили. Что-то на Carolina Herrera я хотела себе Very Good Girl купить. Но смотрю, что он в районе десятки стоит. Но что-то не знаю. Ну ладно. Зато я нашла бюджетный клон просто версии Good Girl. И называется этот аромат Nourana Parfums Rosanna. Это хорошая альтернатива данному парфюму. Он очень-очень повторяет именно Carolina Herrera. То есть это практически клон. Он, кстати, очень стойкий. Он шлейфовый. Все ароматы Nourana, у меня их много, кстати, сейчас они будут повторяться. Они реально хорошие. Они делают хорошую парфюмерию. Это арабский бренд. И стойкость у них хорошая. И насыщенность хорошая. Сами флаконы тоже добротные. С магнитными крышками в основном. Можно купить как в тестерном формате, так и в обычном. В тестерном формате, по-моему, цена чуть ли не в два раза дешевле. Поэтому не рекомендую переплачивать за коробку. Но если вы любите такие роскошные коробки в стиле арабской парфюмерии, то берите тогда обычную версию. Но именно по звучанию он ничем не уступает оригиналу. Поэтому советую ознакомиться. Carolina Rera стоит в районе десятки. А Rosano стоит примерно 3 500. Следующий парфюм это Dolce Cabana The Only One Intense. Это один из моих любимых парфюмов. Потому что он именно в моем направлении. Я люблю белоцветочные, такие сливочно-кокосовые ароматы. И он как раз такой. Он шлейфовый, благородный, дорого звучащий. Он насыщенный и очень стойкий. Больше всего в нем слышны прекрасные белые цветы. Нироли, жасмин. Они прямо утопают в ваниле и кашмировом дереве. Также аромат переливчатый. И он то звучит белыми цветами с ванилью, то кокосовым молочком. Очень красивый аромат. И его похожая версия, это тоже Nourant Perfumes. Называется он Moon 1947 White. Он также белоцветочный. Я не скажу, что он стопроцентный клон. Блин, не тот брызнула. Иначе не тот сказала. Блин. И его похожая версия это Nourant Perfumes. Также Arjun 1954 Gold. Но имейте ввиду, что в Nourant Perfumes там Gold вот этих два. Один из них похож на Fleur Narcotic. Я расскажу об этом дальше. И один вот этот похож на Dolce & Gabbana The Only One Intense. Но я не скажу, что он клон. Нет. Это схожее направление. Бело-цветочное со сливочностью. Здесь нет кокоса, который бы создавал обволакивающую атмосферу. Но все равно он сливочный, тем не менее. Я могу вам его порекомендовать за тесту, если вы любите это направление. Бело-цветочное, сливочное. Dolce все-таки более сладкий, более ванильный, более кокосовый. А этот аромат более цветочный и немного пудровый. Так как там есть то ли ирис, то ли фиалка. По-моему, ирис. И за счет этого он получился более пудровым. Но в любом случае они похожи чем-то. Нарано стоит 3,300 плюс-минус. А Dolce & Gabbana, это за 100 мл я сказала, а Dolce & Gabbana он стоит в районе 7 мл. Следующий аромат это Carnar Barcelona D600. Он древесный, пряный, теплый, слегка ванильный. Он специевый. Он деликатный и сидит близко к коже. Это унисекс. Он шикарно будет смотреться как на мужчине, так и на женщине. И похожий на него аромат, но не клон. Это Lalique Le Parfum. Где он тут у меня? Он не клон. Еще раз повторюсь, чтобы вы не заказывали. И вообще не рекомендую никакие ароматы заказывать вслепую. Чтобы не разочаровываться. Понимаете сами, что мы все по-разному слышим ароматы. И у нас по-разному они открываются на коже. Но по моему мнению они схожи. У них есть различия в том, что Lalique он более мягкий и более округлый. А D600 он более специевый и пряный. Оба аромата прекрасно подойдут на холодное время года. Они вас согреют и успокоят. Они оба имеют красивый шлейф. Хотя в D600 он не такой... Ну, мне кажется, что он более тихий, чем в Le Parfum. Lalique можно найти за 2800, за 100 мл в тестерном формате. Между тем D600 стоит в районе 10. Следующий аромат это Gucci Flora Gardenia. И его, наверное, не стоит прям долго описывать. Потому что он такой же популярный, как Carolina Errera. То и может быть популярнее, не знаю. Он сладкий, пудровый, гордыниевый. Это очень приятная, цветочно-сладкая композиция. И очень бюджетный аналог на него это Franco Ferretti Moda. Он похожий. Мне не нравится абсолютно вот это оформление, цвет флакона. И, если честно, отталкивает такое. Но по аромату они схожи. Я скажу сразу, что они не клонные. Они лишь похожи. Franco Ferretti от Bracard, который более насыщенный, более резкий. И более... Ну, не навязчивый, но... Более густой, что ли. Но зато стоимость его 200 рублей. Поэтому стойкость у него хорошая. Он еще, кстати, чем-то схож с Juicy Couture. Вот они как-то все перекликаются чем-то. Этот Gucci, Juicy Couture, вот этот парфюм. И еще, который Victoria's Secret я назвала. Вот они все чем-то так схожи. Но именно самый похожий на Gucci Flora это вот этот вот. Его тоже можно приобрести за 200 рублей. И, в принципе, пользоваться как на себе, так и дома распрыскивать. И осталось у нас еще два аромата. Первый из них это Lanvin, либо Lanwan. Кто как произносит. Modern Princess. И на него похожий клон от Bracard. Такой... Кафе Гурман Павлова называется. Они очень-очень похожи. Оба ягодно-фруктово-сладенькие. В принципе, ароматы для меня простенькие. Как говорят о них, что они компотные. Но, несмотря на это, они очень нравятся мужскому полу. Это проверено. Они оба игривые, приятные, милые. В любую погоду и в любую ситуацию. Павлова вот это стоит 500 рублей. И должна предупредить, что он не очень стойкий. Но очень приятно. И последний аромат на сегодня это клон Delina. Очень популярный на данный момент парфюм. Он цветочный, розовый. Там очень много всего. Там личи. Очень прекрасный, красивый. Красивейший аромат. Женственный, шлейфовый. И похожий на него, это опять наша любимая Noran Perfumes. И называется он, сейчас скажу точно, Noran Perfumes Moon 1947 White. Он практически клон Delina. И даже он более насыщенный и более стойкий, чем Delina. Поэтому тоже советую обратить на него внимание. Вообще, я хочу снять отдельное видео про Delina и его клон. Так как ароматы действительно очень красивые и заслуживают отдельного внимания. Напишите в комментариях, хотелось ли вам увидеть такое видео. В следующей части видео я хочу снять такие ароматы, как Baccarat Rouge. На которой уже 150 тысяч видео снято. Но все-таки я нашла более 8 клонов, поэтому хотелось бы снять об этом видео. Также Montal, Montserrat. В общем, там будут разные ароматы. Так что не пропустите. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Очень будет интересно почитать ваше мнение. Может быть, вы нашли какие-то клоны в своей парфюмерии. Напишите об этом. И другим людям будет полезно. И мне. И до новых встреч. Пока-пока.